Я хочу показать, что если в графе дерево, то получится цикл. Более того, я докажу это вместе с теоремой 2. Вместе с теоремой 2. Я докажу, что не просто получится цикл, а что этот цикл может естественным образом нарисовать на окружности, да еще так, чтобы этот граф тоже внутри этого круга нарисовался без самопересечений. То есть сейчас мы будем доказывать теорему 1 вниз и теорему 2 вместе. То есть сейчас у нас будет наоборот, у нас будет задан какой-то граф, который точно является деревом. И давайте посмотрим, какая получится перестановка и почему ее можно нарисовать. Окей. Значит, в эту сторону я истираю, в эту сторону я истираю. Теперь будем рисовать. Для этого мы еще раз посмотрим вот этот пример, я, к сожалению, быстро, сейчас я его восстанавливаю. Давайте я понадобится этот пример, я его восстанавливаю. У меня было 1, 5, 1, 8, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 9, 7, 9, 9, 10, 5, 6. Давайте делать эти операции последовательной и смотреть, что получается с расстановкой томов после нескольких, но, может быть, не всех операций. Соответственно, на графе это означает, что мы берем часть ревер, а не все. Ну, давайте смотреть, да, в одну давайте графскую рисуем, граф у нас уже нарисован, давайте я нарисую чуть более наградку. 2, 3, 2, 5, 3, у меня он как-то, 2, 5, 3, от 5 есть 3 лебра, 6, 9, 1, от 3 есть 1, 2, 0, 4, от 6 лебра нет, от 9 есть 2 лебра, 7 и 10, по-моему, это все. А, нет, от 1 есть лоб. Все, больше здесь ревер нет, а номера ревер здесь такие. Это 1, 4, правильно? Да. 5, 6, это у нас 9, 5, 9, это какое лебро по счету? 6, 6, 5, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 9, 10, 8, и 1, 8, это второе. Все, все и есть, да? Все разобраться. Хорошо. Давайте теперь смотреть, какая перестановка получается, если сделать только первую транспозицию. Ну, естественно, она и получается. Один меняется местами с пятеркой, да? А все остальные, все остальные, все остальные тома остаются на своих местах. Формально я должен написать так. Есть цикл длиной единицы из двойки, цикл длиной единицы из тройки, из четверки, из шестерки, из семерки, восьмерки, девятки, и десятки. Ну, а здесь у нас видно, вот, что мы делаем транспозицию 1, 5, 1, 5. Вот, вот, эти два перестанутся по циклу, а все остальные остались пока что на своих местах. И для этого мы нарисуем отдельную картинку. Нарисуем картинку, состоящую аж из десяти кружков. Здесь, значит, первый кружок будет 1, 5, и здесь у нас ребро номер один. Дальше у нас будут вот такие вот кружки, где просто стоят цифры для всяких ребер. Два, три, ну и так далее. Я все писать не буду и вплоть до десяти. Вот такая вот картинка после первого хода. Следующая будет 1, 8. Следующая будет 1, 8. На графе это означает, что мы сюда делаем, прорисовываем вот этот ребро. Да? А какая перестановка будет после 1, 8? Можешь сказать? Вот если мы сделаем первые две, остальных делать не будет. 1, 5, 8. 1 переходит в 5, 5 переходит в 1, потом в 8, 8 переходит в 1, а этот цикл заканчивается. Остальные все точки остаются на месте. 2, 3, и так далее, 10. Но по 7 тут уже не будет. Теперь смотрите, что происходит на вот этой вот картинке. И у нас здесь был где-то кружок с восьмеркой. И теперь эти два кружка у нас объединились. Объединились. И получился один кружок. 1, 5, 8. А остальные все остались на месте. 2, и так далее. Ну, значит, да, и в этом 1, 5, 8 есть ребро 1, 5 и 1, 8. Ну, пока еще ничего наглядного не произошло, потому что два ребра у тебя на окушках всегда можно нарисовать. Это даже не очень понятно, почему надо рисовать так. Дальше. Дальше происходит 2, 3. Дальше что получится после 3, 3? На графе мы должны нарисовать вот такой вот штрим-рог. Получается отдельный круг 1, 5, 8. Цикл 1, 5, 8 никуда не делится. Еще появился цикл 2, 3. Они теперь переходят друг в друга. Это теперь само-то не циклическое. А все остальное как стояло, так и стоит. 3, 10. То есть здесь произошло следующее. Вот эти вот кружки 2, и 3, 2, и 3 теперь слились в один круг с надписью 2, 3. И заметьте, заметьте, что вот это разбиение 1, 5, 8, 2, 3 и все остальное по-на-ду. Он полностью соответствует разбиению на компоненты связанности вот этого графа, который состоит из ребер 1, 5, 1, 8 и 2, 3. У него есть одна компонента из точек из вершин 1, 5, 8, другая компонента из вершин 2, 3, а остальные все вершины в реакции изолированы, потому что мы их не проводим. И так далее. Вот я утверждаю, мы сейчас докажем это по индукции, что здесь все время так будет. В процессе построения, что у нас все время будет разбиение, вот когда мы будем последовательно делать операцию, у нас будет получаться разбиение на циклы, полностью соответствующее разбиению вот этого вот подграфа на компоненты связанности. Ну, прежде чем мы что-либо здесь докажем, скажите мне вот что. Если я возьму дерево и часть ребер выкину, а часть оставлю, какой граф получится? Лес. Дерево неправо, да? Никогда не получится. Дерево, лес, правда, если вы объясните, что такое лес? Лес – это множество деревьев. Это несвязанное вообще, говоря. Граф, у которого каждая компонент связанности является деревом, ну, и в некотором случае изолированной вершиной тоже считается деревом, да? Может быть, вершиной без единого ребра, это вполне было. Вот. А почему подграф дерево всегда является лесом? То есть, графы, возможно, не связаны, но каждая компонент связанности является линией, является все-таки деревом. Почему не может что-то другого получить? Если в подграфе есть цикл, то и в графе тоже должен быть цикл. Совершенно верно. Лес – это просто подграф без циклов. И у каждого компонента связанности связаны уже по определению граф без циклов, да? Но если бы в какой-то компоненте подграф был бы циклом, он был бы циклом, он был бы исходным в графе, это невозможно, потому что это дерево. Поэтому подграф дерево всегда лес. В реальной жизни наоборот, потому что леса – дерево. А здесь нет там. Поэтому, когда мы будем рисовать вот эти ребра, у нас все равно еще будут получаться какие-то леса. и вопросом, почему при умножении транспозиции тоже получаются ровно такой же разбеги. Ну, для этого нам нужно сделать такую работу. Пусть у нас… Пусть у нас… Имеется… Нужно показать лему, она может быть самая сложная из всех. Я считаю, что самая сложная лемма, прежде к концу рассказов происходит. Ну, что делать? До этого надо было дойти. Вот, представьте себе, что у нас есть какая-то в водном перестановке. Она как-то там разбита на цикл. Перестановка C, да? Она как-то там разбита на цикл. Зависана на циклической записи. И теперь мы ее умножаем на транспозицию попыльных. То есть после этой перестановки еще переставляем местами точки АЭП. Вопрос, что произойдет в этой циклической структуре? Выясняется, что тут есть два случая. Причем, какие случаи вы можете догадаться, даже не зная ответы. Как АЭП могут быть расположены по отношению к вот этим циклам? Либо они в одном цикле, либо фраз. Либо в одном цикле. Либо в разном. И это и есть два случая. Вот давайте сначала разберем случай, когда они фразуются. Вот пусть сигма содержит какой-то цикл с точкой А. Но тогда можно сказать, что он начинается с А. Мы же знаем, что цикл может начаться в записи с другой. То есть это какой-то цикл А, С1, С2, С2. АВ здесь не. И есть какой-то другой цикл. В, Д1, ДЛ, которые они содержат. Ну, плюс есть еще циклы какие-то, которые содержат не А, не В. Но более-менее понятно, что они вообще не изменятся и как были, так и останутся. А вот с этими циклами что-то произойдет. Ну, давайте считать, что такой сигмол умножить на АВ. Ну, поехали. Давайте он явно содержит цикл, начинающийся с А. Куда в этом случае перейдет А? В С1. В С1, потому что С1 это не В и не А. Это вот штука на републике. То есть А по-прежнему перейдет в С1. С1 по-прежнему перейдет в С2, потому что это с позиции АВ. Мы в отношении не имеем. С2 и так далее. С1-1 прийдет в С1. А куда перейдет в С1? В В. В В. В совершенно верно. То что сигма его перейдет в В, и тут вот эта транспозиция сработает, А перейдет в В. Поэтому здесь мы не заторваем скобку, у нас цикл не замкнулся. Мы после этого пишем В. Так. Теперь по правилам постоянных циклов, куда переходя больно. Сигма переводит его в D1. Д1 это не А и не В, поэтому эта штука на него не влияет, поэтому здесь просто будет Д1 Д1 переходит в Д2 и так далее, ДВ минус 1 переходит в ДЕ А куда переходит ДЕ? ДЕ сиго переводит его в В Но теперь транспозиция переводит его в А А у нас уже есть, поэтому цикл закончился А эти циклы явно не победились, да? Вот То есть что произошло? Два цикла, содержащие А и В, слились в один цикл, причём мы знаем в какой В нём идёт сначала весь цикл, содержащий А Перед А он разрывается, потом происходит В Потом вписывается весь цикл, начиная с В, только после этого цикл заканчивается Да? Эта ситуация обычно обозначается английским основным человеком Обязательно Ну, давайте теперь посмотрим другую ситуацию, прежде чем что-либо рисовать Когда у нас А и В находились внутри одного цикла Вот пусть у нас Сигма при золотах А, С1, СК А потом было В В том же цикле, потом какие-то Д1, ДЛ Ну и всё, цикл заканчивается и дальше еще какие-то циклы, содержащие А не В Тогда что такое Сигма, а потом АВ? Ну, поехали К... Что? Что касаемо ОТ Ну, качественно Т . Сигма 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 Что касаемо А у нас в этом месте уже было, поэтому цикл закончился. Но здесь остались еще точки, которые мы не обработали. Значит, начинается новый цикл, начинается с B. B переходит в D1, и эта штука ему не мешает. Переходить в D1, значит, дальше идет D1. D1 переходит в D2 и так далее. D1 переходит в D1, а D1 переходит в A, а теперь переходит в B. В B. Значит, мы закрыли вот этот цикл, потому что B здесь присутствует. И здесь тем самым произошло наоборот. Цикл, содержавший A и B, распался на два. Один содержит A, другой содержит B. Причем циклы непроизвольные. Первый состоит из A и всех точек, которые стояли между A и B, причем в том же порядке. А второй из B и всех точек, которые состояли между B и A в циклическом порядке, причем в порядке тоже не наоборот. Это называется орбитский слон «кат». Что называется «катом джэнси»? Резать циклы. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы выполняем вот эти действия последовательно. Там в каждый момент получается какая-то перестановка, состоящая из циклов. И дальше происходит либо кат, либо джэнси. Вот я утверждаю, что если у нас этот граф дерева, то кат не происходит никогда. Вот в этом случае здесь не встречается. При таком количестве ребер и вершины, когда граф дерева, этот случай вообще не встречается. Все время происходит джэнси. Ну вот здесь, например. Сначала была единичная перестановка, потом возникла цикл 1-5. Это у нас цикл единицы приклеился к циклу 5. Потом цикл 1-5 приклеился к циклу джэнси. Так произошел 1-5. Потом цикл 2 приклеился к циклу 3. Это джэн. Двух циклов получился цикл 2-3. Ну и так далее. На самом деле будет все время происходить джэнс, а кат не происходить. Объединение, а не разрезание. Ты это понимает? Почему? Давайте я тоже дам полминуты подумать. Я пойму, почему. На самом деле вот эта картинка уже достаточно понятна. Эта картинка уже достаточно понятна. Что происходит? Всегда происходит именно джойн, а не кат. Эти две точки, которые мы объединяем, они всегда лежат в разных циклах. Вот этот вот сюда вот нарисуем левро, которое обойт. А вот так никогда не волнует. Вы поняли, да? Дайте все понять. Если бы так было, то мы должны прервать пальцы. Где так надо? А у нас все воинные сантажки. Ну или вот пальцы. Вот, например, я даже не смотрю. Вот я обсуждаю, что следующее, следующее ребро 2,5 опять вызовет джойн. Она что-то к чему-то приклеит. На самом деле она склеит ровно эти два цикла. Потому что 2,5 лежат в разных циклах. А почему это будет всегда? Почему? Как вам вывод с этим самым? Операция в свой 9. Что операция? Операция в свой 9. Операция в свой 9. Операция в свой 9. Смотрите, докажем, что если произошел кат, то существует код граф, который является циклом. Да, на самом деле ключевая идея действительно скорее такая. Если хоть раз встретиться вот в таком случае, то в графе, в желтом графе, немедленно образуется цикл. А его нету, потому что если он образовался, он уже не разрушился. Мы же просто рисуем новые и новые ребра исходного дерева, а в дереве циклов нет. Поэтому цикл образоваться не может. Почему если произошел кат, если произошел этот вот кат, то обязательно в графе появился цикл. Значит, рассмотрим А, С, 1 и так далее. Кат или В? Ну вот мы взяли нас вперед. Давайте я нарисую не то, что там есть. Вот у нас получилось какое-то разбиение. Разбиение множество вершин на подгород. Это подгород. Почему теперь не может? Почему если вот так, то здесь обязательно нужно рисовать цикл? То сло получилось как в произведении некоторой перестановки. А именно вот те, которые здесь в желтом отметили? Да. Траспозиций. Да. При этом мы сейчас будем рисовать ребром А, В, и у нас точки А и В находятся в одном цикле полученной перестановки. Как это может быть? Ну, они находятся в одной желтой компоненте. Да. Тогда А и В обязаны находиться в одной компоненте. Это мы уже, собственно, разбирали, когда доказывали вот этот вот стрелку снизу вверх. Да? Если две точки находятся в разных компонентах, то они обязательно в возложении запрещущей перестановки должны быть в разных циклах. Потому что если бы они находились в одном цикле, то некоторая степень перестановки перевела бы А в В, а тогда вершины А и В должны быть связаны цепочкой зеленой. Вот. Это ключевое место. Да? Если А и В находятся в одном цикле здесь, то они находятся в одной компоненте связанности здесь. Но если у вас есть компоненты связанности, и это компоненты связанности какого-то леса, как мы выяснили, то он является деревом. А если у вас есть дерево, берем две вершины и соединяем их с новым ребромом, то обязательно образуется цикл. Почему? Существует путь, соединяющий А и В. Потому что и раньше, дерево это связано, и раньше существовал путь, соединяющий А и В. А теперь к этому пути может добавлять желтый ребро. И этот путь вместе с желтым ребром получается цикл. Потому что мы вышли из А и вернулись из А к другому ребру. И потому, к которому мы вышли, значит, там где-то есть цикл. В этом все эти. Раньше уже был путь из А в В. Теперь мы вернулись в А по новому добавленному ребру. Значит, там есть цикл. Вот. А так как цикла здесь нет, то и вот такая ситуация никогда не может встретиться. А и В, если мы пытаемся сейчас провести ребро А в В, сделать очередную позицию, да? То эти точки А и В не могут лежать в одной компоненте связности. Это противоречит нашему предположению, чтобы игра в день. Вот. Значит, они всегда лежат в разных компонентах связности. И каждый раз возникает не вот этот случай, а вот этот. И они должны быть в разности. Ну вот тогда смотрите. У нас в начале была единичная перестановка. Там было n циклов длинные 1, да? Дальше мы сделали n-1 операцию. И каждый раз у нас два цикла сливались в один. То есть количество циклов каждый раз уменьшалось на единицу. Раз было n циклов, каждый раз единицу вычитали. У нас n-1 ревро, это очень важно. Да? Я делаю стер. У нас n-1 позиции. Значит, получается один цикл станции. То есть циклическая перестанка. Вот так это работает. Насчет рисования. Теперь давайте попробуем нарисовать. Теперь я продолжаю доказывать. Это доказывает уже реакция n-2. Что если этот единственный цикл, который мы можем доказать, что он единственный, нарисовать на окружности, то на самом деле, на самом деле, хорды А1-В1, А2-В2, А3-В3 и так далее не пересекутся. Ну, это уже более серьезное утверждение. И я хочу предварить его научным замечанием. Что утверждение о том... Значит, ну, это я вообще не хочу стирать, потому что сейчас все понадобится. А по индукции нельзя просто смотреть, как оно клеится? Сейчас мы индукцией будем действовать. Но индукция здесь, поскольку нам нужно получить картинку, индукция будет тоже с картинкой. Вот. А там есть у ДВД доставить? Не стойте. Я ее сегодня доставлю. Ну, да, вот. Хорошо, значит, я хочу предварить замечание. Вот. Пусть у меня есть окружность. И две формы. А, В, В, В. То утверждение, что эти формы пересекаются, ну, давайте я по-ученому скажу, принадлежит мне геометрия от полу. Это означает вот что. Что если я эти формы нарисую гримыми, а не линии, то они все равно будут пересекаться. Никакими изгибаниями этих форм, только лишние могу точные пересечения. Посмотрите, как я избавиться смогу. Ну, это, на самом деле, мне не нужно это утверждение в полноте. Это мне просто так будет удобнее рассуждать. Мне будет легче рисовать картинки. Я не буду заботиться о том, что мои формы тройные. Ну, это понятно почему. Потому что все, на самом деле, определяется с положением четырех точек А, В, С, Д на окружности. Если они идут в таком порядке. Точка первой формы, потом второй, потом первый, потом второй. В, С, Д на окружности. То, ну, наглядно понятно, что, с одной стороны, никакими гримыми Вы тут не избегаете пересечения. Нам это не понадобится, но это правда. А, с другой стороны, понятно, что, если точки расположены так, то и прямые тоже будут. Ну, в том числе и прямые формы, так сказать. А если точки расположены, точка первой формы, потом опять первой, а потом второй формы, нету чередоватой, то очень легко нарисовать кривые, которые пересекаться не будут. В частности, можно нарисовать и прямые формы. Да? То есть здесь неважно, разрешаем мы искриваясь формы или не разрешаем. Все равно, вот в этом случае пересечения не избежали, а в этом случае его может не быть. Ну, в том числе и рисовать просто прямые формы. Это вот мне зачем нужно. Я сейчас буду подклеивать друг к другу разные картинки, состоящие из хорн. И мне, конечно, неудобно, чтобы их потом превратить в одну окружность, мне придется их искажать, гнуть. Соответственно, мои хорны тоже будут гнуться. Мы видим, что на самом деле утверждение от этого не зависит. Поэтому я, начиная с этого момента, хорны буду рисовать произвольно кривыми, и это совершенно никому не вышло. Вот. А теперь смотрите. Пересмотрите. Давайте рассмотрим внимательно вот этот процесс join. Мы знаем, что cut здесь не возникает, а только join. Только слиять. У меня в какой-то момент, пусть у меня вот после нескольких операций, после нескольких операций, получилась перестановка, состоящая из нескольких циклов. Мы знаем, как это рисовать. Мы знаем, как это рисовать. Надо нарисовать несколько окружностей. Столько-столько здесь есть. И на каждой из них написать точку из циклов против часовой стенки. То есть здесь будет окружность A, C1, C2, C1, будет другая окружность B, D1, D2, D1. Ну и, возможно, еще какие-то двух окружностей. Возможно, обсуждающиеся по каждой точке. Это все, пожалуйста. Дальше. Какие у нас уже лёбра будут нарисованы? Согласно предположению индукции, в каждом круге будет нарисовано дерево. Будет нарисовано дерево. Причем у этих всех лёбер номера, вот если мы считаем, что мы сейчас будем добавлять какую-то карту в транспозицию, то номера у всех лёбер, которые до сих пор нарисованы, они меньше, что здесь, что здесь. Потому что мы до сих пор еще только предыдущие. Так, позиции 1, A1. И сейчас мы будем нарисовать катное ребро. Это ребро A, B. И вот смотрите, как я его нарисую. Я возьму и нарисую между A, B, C, B. Я возьму и нарисую между A и B такую ленточку. Так вот. И вот так вот. Вот я специально нарисовал ленточку, это новая штука. Раньше у меня было два круга, содержащих эти самые деревья. А теперь нарисована еще ленточка. Ленточка это новая вещь, в ней никаких ребер нету. Поэтому если я в ней нарисую ребро A, B и поставлю на нем номер K, то она заметно ничего не пересечет. Потому что просто в этой ленточке ему нечего пересекать. Ребро, конечно, кривое, но мы узнаем, что это не важно. А теперь смотрите, вот я возьму и вот эти вот кусочки сотру. И теперь смотрите, что у меня получилось. У меня получилась такая кантеля с искривленной нервничкой, которая на самом деле, на самом деле, после искажения является окружностью. Это просто окружность. Вот она раз, половина окружности и вторая окружность. Теперь на этой окружности стоят точки. Они стоят в каком порядке? A, C1, C2 и так далее, C2. Потом B, потом D1. D1, D2 и так далее. D1, D1 и так далее. A, D, A и потом пришли обратно к A. Это расположение, это ровное расположение точек в цикле, которое получается просто умножение, то есть позицию AB. То есть это ровно то, что нам надо. А нарисовано у нас теперь одно дерево, которое содержало AB. Второе дерево, которое содержало AB. И новое катое ребро. Здесь у нас есть два дерева, и мы соединяем их в две вершины новым ребром, в то, что получается тоже дерево. Здесь не может возникнуть цикл, правда? Потому что откуда здесь цикл? Внутри каждого из деревьев цикла раньше не было, да? А цикл, который включает в себя оба дерева, тоже не может возникнуть, потому что у меня же не имеет всего одно ребро. Номерка, новая. Иначе мы вообще-то так не имеем. Поэтому если мы отсюда сюда пошли, и по пятому ребру тут уймутся, можно только по нему же, а в цикле так нельзя. Поэтому два дерева приклеить друг к другу по ребру, получается опять дерево. Поэтому то, что здесь нарисовано, это опять дерево. И мы тем самым распространяем лупицы, мы вынули средний лицо, и опять получили круг, на котором нарисован нужный цикл, и соответствующие ребра в нём вызывали дерево. Более того, если вы не поленитесь, проверите остальные свойства, из теоремы 2, которые я здесь написал в виде многоточек, то они здесь тоже все по индукции будут выполнены. Сейчас, например, порядок ребер около вершины А, он был какой-то там, в противочасовой стелке, он был по возрастанию, и он остался по возрастанию, потому что ребро номер К, которое пока что самое большое, которое мы пока не писали, оно здесь будет крайне, потому что оно будет в билет, а всё остальное расположено внутри округленности. И в Б тоже как будет, на этом правительстве. Потому что здесь все ребра, на самом деле, имели номера меньше К, и в порядке противочасовой сделки новый ребр будет последний. Ну, потому что то же самое. Вот. Поэтому, на самом деле, если здесь многоточек расшифровать и сказать, какие у нас там есть свойства, то мы точно такую же индукцию тоже докажем, что я не буду сейчас подробно рассказывать, если интересно с этим доделиться. Вот. Вот, собственно говоря, и всё. Несколько, поскольку мы знаем, что вот эта ситуация никогда не возникает, то несколькими такими слияниями у нас получится один цикл, в нём дерево без всяких пересечений, потому что новый ребро каждый раз будет добавляться на новую ленточку. Да? С правильным расположением точек по окружности, и, на самом деле, со всеми дополнительно свойствами тоже. Ну, это я не доказал на этом самом деле. Ну, а теперь смотрите. А что, если у нас всё сложнее? Эта теорема мы доказали всё. Вот на этом закончу. Ну, на самом деле, понятно, что мы только начали теорию, и теория здесь на новом поле области. Вот смотрите. Что, если у нас всё сложнее? Что, если у нас транспозиций, например, не N1, а больше? Вот возьмём мы этот и ещё что-то. Ну, и вообще-то, или даже с самого начала, граф не является связанным, граф не является... Ну, или граф является связанным, не является деревом, если у нас ребер больше, чем N-1, там всякое. Да? Вопрос, что происходит? На самом деле происходит всё то же самое, всё, что сказано вверх, но только теперь случай хата уже не запрещён. Он действительно может встретиться. Если, например, ребер... Более того, если ребер больше, чем N-1, то он обязан встретиться. Потому что у нас уже после N-1 шага осталось минимум... Если карты ни разу не было, то у нас остался один цикл, и уже дальше его надо лезть. Ещё меньше, чем один, либо он. Да? Поэтому карт может встречаться в любой момент, а если ребер больше, чем N-1, то он обязан встретиться. Вот. Поэтому можно продолжить наше исследование и посмотреть, что будет с этой картинкой, если там происходит хат. Происходит довольно интересная вещь. У нас в каждый момент вообще существует несколько компонентов, связанных с тем, все эти штуки, да? Потому что граф с англом не связанным. У нас с самого начала был N дисков, и они там в конце концов все слились в один. Диски, круг, это одно и то же. Это логический жанр. Вот. Несколько кругов, значит, они потом слились в один. Но вообще-то в момент, пока мы строили, у нас их было несколько штуков. И вот давайте посмотрим, что будет. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что на это связано еще потом скажу. Вот что будет, если у нас такая же ситуация, но происходит как? У нас есть, соответственно, какой-то один цикл, где есть A, C1 и так далее, C, A, A. Потом есть B, D1, D, E, и на этом цикл заканчивается. Здесь нарисован какое-то дерево, которое как там расположено, мы не знаем как. Ничего про это вообще не знаю. И теперь нам надо нарисовать ребро папы. Нарисовать его, не пересекая оставшихся ребер, может быть невозможно. Это, крайне, ничем не гарантируется. Единственное, что мы можем сделать, это скопировать не результат об отсутствии пересечений, а прием доказательств. Здесь у нас самое приклеивание ленточки. Давайте это сделаем. По крайней мере, если мы нарисуем ребро на новой ленточке, то точно она ничего не пересечет. Так вопрос, что здесь получится вместо круга? Ну вот смотрите, пусть, например, у нас, самый простой случай, у нас был этот самый граф дерева, из него получился один круг сцикл, и теперь мы набрали еще одну траспозит. Здесь уже дерево. Вот мы пытаемся нарисовать, но здесь придется нарисовать ленточку. Ленточка рисуется, значит, у нас от C1, вот, вот сюда. Вот, значит, придется приклеивать ленточку. Ленточка приклеивается к кругу отдельно, над ним, как бы, да? Представляете себе ситуацию, да, у меня есть круг, а я к нему вот еще поверху клею ленточку. Там под ней, под ней тоже что-то есть. Что получится, кстати? Ну круг такой, типа кружки. Что получится? Ну вообще-то топологически получится кольцо. Готово. Вот, значит, клеим ленточку. Так. И так. И рисуем лебро на этой ленточке. Что получилось? Получился граф. Тот самый граф с ребрами A1, B1, A2, B2, и там, опять же, у нас будет AN, B1. На самом деле, это я не знаю, да? Граф с N вершинами и N ребрами, нарисованный совершенно без пересечений. Потому что новая лебро тоже ничего не пересекает, она лежит на новой ленточке. Только нарисованный не на круге. То, на чем он нарисовался, у нас само получилось с приклеиванием круга ленточки. И что это такое? Это действительно правда. Если у нас был круг. Если у нас был круг. А к нему приклеилась ленточка. То, что получилось, если считаешь, что все сделано из резины, и можно как угодно его искажать, гнуть и сжимать, и растягивать, то, на самом деле, это то же самое, что кольцо. Это немножко неожиданно, но это так. Давайте посмотрим, чтобы вы к таким вещам привыкли. У кольца, например, есть внутренняя граница и внешняя. А где вот на этой картинке две границы, две округлости? Внутренняя граница, а внешняя белая. Где здесь внутренняя граница? Справа. Справа. У меня слева, но ваше направо справа. Так. Мы поехали справа. Явно точка границы, потому что слева у нас ленточек, а справа пустота. Это явно граница. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Здесь ленточка приклеилась к кругу. Поэтому вот эти точки, это только кажется, что это граница, на самом деле, типа горизонта. Здесь ничего на самом деле не происходит. А граница куда идёт? Граница идёт направо. Вот так вот идёт по границе круга, потому что здесь ничего не произошло, мы сюда ничего не приклеим. Здесь тоже с одной стороны пустота, с другой стороны лизик. Поэтому вот так идём по границе, по границе, по границе, по границе. И здесь нам придётся перейти на ленточку, и вот закончилась граница. Но это ещё не всё, потому что вот эти вот точки, это тоже граница. Но только это другая её компонента. Значит, получается какая-то поверхность, у которой граница состоит из двух компонентов. На самом деле это кольцо. Ну, чтобы окончательно убедиться, что это кольцо, давайте нарисуем вот эти вот места предприятия. То есть, покажем, где здесь, и где здесь линостка, а где здесь thing, шокёр. Можите сказать? Вертикально прямой впромыров нести. Как? Вертикально прямой впромысти. Профессорleh anal'итекальную, ну нет, но рядочка это не прямая в спуске, но это прямой впромыр. Да. Здесь продолжить повернуть исп Ready. Но вот здесь нет поверхности, анамеррики? Там, где ещё иét второе пересечение. Здесь? Да. Ну, соответственно, с одной стороны мы считаем, что это меточка, а с другой стороны это тот самый клуб. Ну-у-у!